Более 30 видов малышей родилось в Одесском зоопарке за этот год. Это и тигры, и львы, и разные виды птиц. Сотрудники утверждают, что такого пополнения они ждали уже очень давно. Особым подарком на день рождения зоопарка стало появление малышки-зебры, которая уже радует глаза посетителей. Малыш чувствует себя замечательно, утверждают сотрудники зоопарка. Хорошо кушает и играет с мамой. Это уже не первое пополнение в этой семье. В прошлом году родился мальчик. Но Ольга Павлова призналась, что в этот раз они очень ждут девочку. И вот сейчас мы с вами находимся возле одной из африканских лошадок. Это дикая лошадь зебра, зебра Бурчелова. И ее южный подвид зебра Гранта. Малыш родился, как я уже сказала, на день зоопарка. Буквально через несколько минут он уже вставал в течение первого часа. И сейчас с ним все благополучно. Мама его оберегает. Будем надеяться, что это девочка. Пока еще сложно определить точно пол. Традиционно выбирать имя для малыша будут на празднике 26 сентября. Уже сейчас все желающие могут предлагать свои варианты, ведь конкурс уже начался. В конце сентября, именно 26 сентября, в субботу, у нас будет ежегодный традиционный праздник – День малышей. В этот праздник мы объявляем победителей с именами, которые были выбраны для наших малышей. А сам конкурс будет проходить. Конкурс уже, думаю, объявлен. Можно заходить на сайт зоопарка, на фейсбук, на страничку зоопарка, инстаграм. Читать условия, принимать участие, выигрывать и получать призы от зоопарка. Зебры Гранта не внесены в Красную книгу Украины, но сотрудники зоопарка утверждают, что именно этот вид под угрозой исчезновения. Но, тем не менее, по зебрам, и в том числе по этому виду, и в целом, наблюдаются некоторые сокращения популяции. И стоит обратить внимание на это. Хорошее размножение этих животных идет по зоопарку, поэтому мы надеемся, что до критического состояния это животное не дойдет. Впрочем, это не единственное пополнение в зоопарке. Двойня родилась в семье хищников. Маленькие львята только появились на свет, но уже успели запомниться посетителям своей игривостью. Маленькие львы Напомним, в Одесском зоопарке функционирует Центр помощи животным. Здесь помогают всем, вне зависимости от вида и состояния. Лечат, откармливают и только потом выпускают на волю, если, конечно, животное способно выжить в одиночку. Кристина Черновалова, Герасим Олесенков, Телеканал Репортер.